Всем огромный привет из солнечного Екатеринбурга! У нас минус сколько-то, и мы идем в Лерой Мерлен. На самом деле солнце, ты в глазах смотрящего, да, несмотря на то, что погода плохая, мы не унываем. Зима скоро кончится и будет тепло. В Лерой Мерлен у нас большие планы посмотреть всё-всё-всё и, конечно, показать. При входе у нас сделали выставку, получается, типа, система хранения гардероб, да, типа гардероба, ванная комната и кухня. Кухня с островком, это такая лёгкая версия, она причём недорогая, то есть кухня сама по себе небольшая и островок тоже небольшой. Ну а гардеробная вообще классная, но мне кажется, здесь вся фишечка именно вот в люстре. Ну а полки, стеллажи, это как бы уже приелось немножко, ну в плане, что не удивишь. Ну и плюс зеркало, моё любимое большое зеркало. Здесь цены, расцена каких-то нет, замеров практически нет, ну кроме вот той общей, да. Здесь просто можно посмотреть общий вид и все подробности уже внутри самого магазина. Тут ещё и гостиная, только без телевизора. Ну а место есть, подсветка есть, есть небольшой камин и прихожая. Так, на сегодня наш обзор окончен, наша любимая кафешка. Здесь мы очень любим трубочки с кофейком попить. Так что всё, приятно было с вами пообщаться. Ну а если серьёзно, кафешка здесь вообще в принципе одна. Очень много кофематов, есть вода уже внутри самого магазина. И здесь правда вкусные трубочки. И тут еда в принципе не залёживается, поток большой, поэтому всегда всё свежее. Ну и если без шуток, пойдёмте посмотрим, что же нового. Здесь смотрю, уже весна-весна, это всё искусственные растения. Поместили прямо около входа. Прямо рядом, около входа, искусственные растения. Без названия, просто идёт по названию цветка. Кстати, вазы тоже напоминают икея. Мне всё равно в Леруа всё волей-неволей сводится к сравнению именно с тем магазином. Искусственные герберы, 330 рублей за 3 штуки. Вот такой идёт комплектик. И цена за 3. Есть вереск, 251 рубль. Я как понимаю, это уже идёт одна упаковочка тоже здесь. Так как кажется, сейчас задену сильнее и она осыпется, но нет. Всё достаточно хорошо приклеено. И издалека даже, знаете, создаётся ощущение, что это натуральный цветок. Здесь растения, вазы. Искусственная ветка эвкалипта зелёный, 328 рублей. Лимонник миксы, 271 рубль. Вот ветка, она здесь очень такая пышненькая. Ну я достану, и всё достанется. Вазы большие. Вазы отдельно выставлены по 217 и 646 рублей соответственно. Также есть более мощные растения. Например, магнолия, 483 рубля. Есть роза искусственная за 140. Магнолия тоже очень красиво, качественно выполнена. Ну, одной рукой, одной левой доставать вообще неудобно. Поверьте на слово, нет такой какой-то нитки, которая, вы знаете, лезет с цветов, клея. Ничего такого нет. Следующий эвкалипт тоже смотрели. Вот эта красивая статица микс. Или статица, как правильно. Тоже кажется, что сейчас стряханёшь, и вся пыльца слетит. По 377 рублей. Вот она роза по 140. Разве что вот эти открытые создают имитацию, когда она вируса увядает, коричнево становится. Но мне кажется, эту пыль стряхнуть, и будет всё нормально. Фрезия 482 рубля. Скромная ветка 58. Причём так и называется, эвкалипт изящный. У них ухрым ухрым. Красивая веточка. Но такие ветки точно не в том доме, где есть маленькие детки. Не буду даже доставать. Ладно. 358 рублей. Называется телоспия. Если правильно прочитала. Телоспия, телоспия. Также есть миниатюрки. 528 рублей. Тоже всё искусственное. Смотрите, какая прелесть. Непонятно, что тут интереснее. Сам горшочек или растение. Как вам через камеру передаётся, видно, что искусственно. Рука-то так дрожит там. Спокойней. Переходить с крепких напитков в крепкий кофе. Такие получаются с бантом. 528. Да. 580. Вот такой куст. 725. 698. 8,518. Тоже какой красивый горшочек. Просто шикарно. Вот как видите, так и ощущается. То есть реально резной ромб. Как написано, так и есть. Декоративные растения в горшке. А это уже походу... Вот конкретно, кажется, уже не искусственные. Нет, искусственные. Искусственные, искусственные. Смотрите, как искусственные. По 420 рублей. 290 рублей. Такое мини-ведерко. Классный заменитель. У кого растения не приживаются. Вот такие поставил на подоконник. И круглый год. О, даже магнит класс. Круглый год у тебя зеленые растения. По 250. Такие бочонки. Они небольшие. Диаметра 7,5. Высота 8. То есть реально миниатюра. По 98 рублей суккуленты. Суккуленты, алоэ и марантов. Тоже в горшках. Тут тоже в горшочек классный. Это мрамор идет. 5 на 10. Они очень тяжелые. Опять-таки вся фишечка в горшках. Очень качественное исполнение. Мне нравится. Искусственное просто называется в горшке. То есть никаких обозначений. Здесь и в форме сердца. Мне кажется, это достается легким движением руки. Здесь так должно быть. А звездочки и он полое сердце пустое. 528 рублей. Будем считать, что так. В общем, зависла я над этими горшочками. Давайте посмотрим еще. Неоднократно уже мелькали такие вот вазы в обзорах. Фишка данная, что здесь идет искусственный мох. Он очень близко к натуральному. Немножечко красоты. Декоративная статуэтка Давид. 12 на 21 865. Набор декоративных ваз. Три штуки. 494 рубля. Они все одного темно-синего цвета. Композиция. Ваза. И это тоже ваза. 412 рублей. Я на последнем. Огромное зеркало. Нет, не огромное. 200. Под золото идет. Видите, классика. Рамка под золотом. 50 на 70. Такое вот. 2100 рублей. 1790. Столик. Подставка. Ничего не снимается, что ли. Жалко. Да. Не снимается. Приклеен. К сожалению, просто журнальный или кофейный столик. Такой небольшой. Под золотом. Рамки, вазы, пледы. Все здесь есть. Еще искусственные листья, ветки. По 330 рублей. Они уже большой размер. Больше метра, мне кажется, имеют. Папоротник и эвкалипт. Все здесь. Ваза из гипса. Адель белый. 1298. Еще по Давидам. Давид такой. Давид другой. Давид третий ваза. Свечи. Не вазу. Все. Свечи. Сколько здесь? 100 штук. 625 рублей. Кто скучал по икеевским? Смотрите. Свечи чайные. Они без какого-либо аромата. Просто белые. Да. Никаких там ни желтых, ни синих. Чисто белые. Блин. Ну, цена. Ну, опять-таки, 100 штук. Баночка. 375 рублей. Крышка ничем не проклеена. Никакой вставки не имеется. Зато имеется симпатичная вот такая вот ручка. Плюс к обычной ручке на крышке. Белый, черный, коричневый цвет. Черный, смотрю, уже треснул. Так что остается догадываться, какой он по качеству. Свеча. Карамель, ваниль, цитрусовый. Цветочный аромат. Да, два. Просто четыре ценника. И под... Ага. 130 грамм 325, а 210 557. Вот они. Нагнать бы вам. Да не получится. Я имела в виду запахом, видимо. Подсвечники 4 штуки. 1600 1 рубль. Мне кажется, в умелых руках, у кого есть вкус, очень выигрышно будет смотреться. Вот эти длинные свечи пустить шикарно. Это атмосфера, я смотрю, вон на коробке указано, да. Размер 37,8 на 13 и на 15. Класс. Просто класс. Фигурка гипсовая еще. Вот такие мелкие-мелкие, крупные. Собака. 1208 под серебром. И полка на стену 1302 рубля. Три штуки. Маленький, средний, побольше. Что мне еще очень понравилось. Подсвечники фанри уже неоднократно тоже смотрели. Вот такой вот декоративный глобус. Декоративное изделие, мне кажется, на никакого функционала особого не несет. Но только если на эти черные самим наклеить моря, океаны и страны. А вообще очень так стильно и классно смотрится. 1688 рублей. Размер 20 на 18, на 29,8. Давайте на этом шикарном глобусе. Ну, может, для кого-то и не шикарном. И я закончу. Попрощаюсь с вами. Остались вопросы? Задавайте. Обязательно еще увидимся. И пока-пока. Я же говорила, солнечный Екатеринбург. Там вдалеке в шортах идет. Вот так. Вот так.